А известно ли вам, профессор, какова была мощность первых кинопередвижек? Как? 220-230 киловатт? Нет, одна лошадиная сила. Это 1,27 киловатта. Можно это. Если сейчас фильм запускается нажатием одной кнопки, раса готова, то раньше он действительно приходил к зрителю. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. На деревянных телегах по скользким или того хуже завьюженным сельским дорогам. В любую погоду киномеханик вез премьерную ленту. Туда, где нет стационарного кинотеатра, где порой даже нет сельского клуба и электричества. Туда направлялась кинопередвижка. Портативная киноустановка для показа, бобина с узкопленочным фильмом, сворачивающийся экран и переносная электростанция. С таким ценным грузом для сказочных грез, кочевалки на механик. Имя это нежного и ласкового зверя Украина, кинопроектор Украины. Вот этот конкретный экземпляр, который мы нашли в Алтайке на центре, 73-го года выпуска. Но у киномехаников, которые в 20-х годах колесили по городам и весям Алтая, были бабушки и дедушки этого проектора. Устройство легко транспортируется, включается и несет звук и свет и краски большого мира людям даже в самых далеких затерянных поселках. Например, в фильме «Мимино» Валико Мизандари, прилетая на вертолете, включал примерно такой аппарат. Валико! Валико, что она хочет? Ничего не хочет. Танцует. Везет же людям! Вот и я, как любой советский мальчишка, хотел бы быть таким летчиком-киномехаником. Прилетаешь на голубом вертолете, включаешь кино. На самом деле труд киномеханика был нелегким и ответственным. Вот, например, Василий Цапаев, киномеханик из Кулундинского района, вспоминает, как первый киносеанс чуть не закончился плачевно. Вместе с наставником они дома проверили движок, подтянули шатунный подшипник, но во время фильма вдруг побежал радиатор. Дело было зимой, поэтому движок находился в помещении. Воду подливать в радиатор бегали по очереди и довольно часто. Но как только сеанс закончился, зрители разошлись, киномеханика-моторист вышли на улицу и как подкошенные свалились в снег, угорели от выхлопных газов. Уже в 50-е годы не только в райцентрах, но и практически в каждом селе был клуб – центр культурной жизни. Так, в 1954 году в селе Клочки к деревянному зданию клуба пристроили новую беленую кинобудку с выходом на улицу и в зрительный зал. В кинобудке установили два новых спаренных широкопленочных звуковых киноаппарата. Денег-то не было. Взял дома яйцо от курицы, а яйца приемли по 6 копеек, а кино стоило 5 копеек. Так а что киномеханика или кассир делал дальше эти яйца? Так у него магазин сдавали. Зачем? Мы же не в кассир, не в клуб шли с ним. Через магазин все делалось. И весь пол был занятый. Впереди, сзади. И даже сзади сцены заходили, с той стороны смотрели. И про кинопередвижки? Да кинопередвижки они уже были, я уже работал бригадиром. Это был 71-й год, 72-й год. Со всех бригад людей свозят. И радостные, веселые, киномотели все по рабочим местам. С улыбочкой и с песнями, главное. То есть получается, прям под открытым местом? Ну, конечно. Бело просто вешают и все. Были кинотелеги, киномашины, киноавтобусы. А интересно, были ли кинопоезда? Еще бы. Например, в 1932 году Александр Иванович Медведкин, советский режиссер, сценарист и драматург, придумал и организовал целое кинопоездодвижение. И его кинопоезд приезжал на великие стройки пятилетки, снимали утром события, днем монтировали, а вечером показывали тем же самым рабочим участникам съемок. В Парнауле даже ночью толпился на перроне народа. А мороз-то морозища, одно слово сибирская страна. Интересно, такая прогрессивная история, а мы-то почему едем на деревянной телеге? Да вот такие телеги, конечно, не сохранились. Эта телега тоже из кино. В свое время она послужила на съемках фильма «Ермак». Здесь же на Алтае, в селе Клочки. О том, какие фильмы еще снимались на Алтае, мы расскажем в следующей программе. Правда же? Надеюсь. Впрочем, не только добрым словом собрались барнаульцы обогреть приезжих. Что, Зина, не нашего лывалиных? Привыкает девушка. Тут в туфельках не походишь. Продолжение следует...